Всем привет! Вы смотрите канал Мегапушки и в этот раз, как вы видите, я буду играть на песочнице и в таком необычном, непривычном формате, который называется Хори Рельса. Почему Хори Рельса? Ну, потому что все очень просто. Здесь играют, как вы видите, все на Хорнетах, то есть это корпус в третьей модификации, можно использовать и корпус второй модификации. Ну, в общем, главное, чтобы это был Хорнет, который не убивается с одной рельсы, то есть вы можете надеть там красочку с небольшим резистом. То есть это песочница, это формат Хори Рельса, это достаточно общепринятый, общеизвестный формат, но, в общем, если вы хотите узнать что-то общее об этом формате, вы можете посмотреть одно из предыдущих моих видео, потому что как только я купил рельсу, а это было, если вы помните, на Генерале, я сразу же испробовал этот формат, сразу же поиграл там несколько дней и записал небольшое видео, немножечко рассказал об этом формате, о всех его преимуществах, недостатках, так что если вы хотите о нем узнать, то можете посмотреть это видео. Сегодня же я уже здесь вовсю воюю, и как вы видите, я только что практически почти что вынес флаг, но мне вот помешал рельсовод вражеский. Здесь играть очень напряжно, очень интересно, но и в то же время требуется немалый скилл, то есть нужно иметь большой опыт. Я же, честно говоря, как я вам уже говорил, играл вот несколько дней после того, как я купил рельсу, и после этого, ну, в этом формате я участия не принимал. Сегодня же я решаю поиграть на этой карте, я вот здесь уже, как вы видите, активно принимаю участие, вот даже у меня получается вот так вот разводить нам выстрел, немножечко уворачиваться от фражеских, значит, прострелов. Ну, если вы хотите чувствовать себя здесь, как бы, полупрофессионалом, или хотя бы опытным игрком, то надо поиграть в такую игру хотя бы, ну, я бы сказал, месяцок, наверное, да-да-да. Кстати, если вы смотрите внимательно за игрой, уже 1-0 в нашу пользу каким-то вот магическим образом все-таки удалось вернуть флаг и получить очко. Так вот, чтобы немножечко стать опытным в этом виде игры, хоре рельса, именно в таком формате, надо бы какое-то время поиграть именно вот на таком сочетании, все время поездить на одном и том же корпусе с одной и той же пушкой, то есть хоре рельса играть, ну, хотя бы месяцок, а то желательно 2 или 3, а лучше всего даже каких полгодика покататься, и тогда действительно, я больше чем уверен, что можно набрать очень неплохой скилл. Именно поэтому я решил открыть эту рубрику, чтобы вот так начать регулярно играть в этот вид игры, и вместе с вами постепенно мы будем наблюдать, как будет происходить прогресс, какое-то обучение, будем познавать, как здесь, что надо делать. Вот тут я только что пытался, значит, выманить игрока из-за угла, чтобы он сделал выстрел и разродился, но он упорно не хотел это сделать, не знаю почему, то ли боялся, то ли он на самом деле настолько опытен, что не расходует зря свою рельсу. Ну вот здесь мы уже разменялись выстрелами, здесь, смотрите, я немножечко уворачиваю, здесь я прыгаю и уже очутился в таком месте, где меня окружили целых 3 рельса, и как бы другого исхода ситуации, наверное, здесь и не могло быть. Вот здесь вражеский рельсовод переворачивается, смотрите, наш игрок специально по нему промахивается, чтобы его не убить, а оставить как раз-таки лежать вот в таком перевернутом состоянии. Здесь, смотрите, мы вдвоем берем по ящичку, кстати, обратите внимание, вот этот глюк, вот этот мигающий ящичек с двойным щитком, он меня так всегда соблазняет, мне все время хочется его взять, но, увы, просто получается проезжать сквозь него. Вот тут я сейчас стрельну, смотрите, немножечко вот так вот заранее, стрельнул и на щитке, вот пытаюсь уйти в флаг, тут, однако, едет вот вражеский рельсовод с флагом, даем ему рельсу, он раненый, здесь, наверное, придется скинуть флажок, потому что по мне уже и так стреляет, и я уперся сам в своего игрока. В общем, здесь смотрите, какое здесь происходит движение, очень активное, вот все играют на одинаковых корпусах, с одинаковыми пушками, то есть игра достаточно сбалансирована, здесь где-то за углом сидит вражеский игрок, так, вот этот игрок скинул флаг, он, видимо, видим, что он раненый, и лучше бы, наверное, все-таки перехватить мне его флажок, и вот здесь, смотрите, я буду здесь стоять, вот так вот за этим уголком, бетонным достаточно хорошо прерытым, и главное, чтобы мне вот так слева никто не взначай не заехал, или справа, вот смотрите, я вижу, там мелькнула башенка вражеского игрока, он наверняка будет выжать за угол, вот он уже куда-то метится, тут я его даже убиваю, тут еще два игрока по центру, они все пытаются свалиться, немножечко стреляем, хорошо, вроде бы урона я не получил, и что я вижу, слева респается игрок, но у меня нет рельсы, он бьет по мне, и к тому же меня еще убивает перекрестным огнем другие рельсоводы, в общем, флаг я не удержал, видите, вроде бы, казалось бы, в одну секунду все чисто, все спокойно, а в другую секунду, смотрите, вот так чпок, и опять двойные рельсы меня убивают, и я опять на респе, опять думаю, куда же мне так бежать, чтобы спасать свой флаг, здесь достаточно динамичная игра, потому что играют игроки без резистов, здесь очень быстро, достаточно быстро происходит убийство, всегда все предсказуемо, смотрите, как я его стреляю, и он вот так вот назад, раз-раз, и переворачивается, тут я хотел, конечно, воспользоваться тем, что он скинет флаг и спрыгнуть на него сверху, чтобы вернуть, но другой игрок вражеской команды чуть раньше успевает подхватить флажок, ну и поэтому я его не возвращаю, и опять же, опять же, вот смотрите, там из-за угла выскакивает флагоносец, и удачный выстрел, вроде как освобождает флаг сейчас, главное, чтобы его никто не подхватил, здесь кто-то едет из-за угла, чпок, на, и я возвращаю флаг, да, все нормально, ну тут меня, конечно же, уже укокошат, вот эти двое, но тем временем наш игрок ставит вражеский флаг, и счет уже 2-0 в нашу пользу, ну вот так, смотрите, более-менее получается, несмотря на то, что опыта у меня не так уж много, меня вот тут щелкают все, кому не лень, здесь даже игрок на ДД, вот так немножечко ему сюда стрелим, как бы на дамажем, чтобы он уже был раненый, а то если он будет целый, он может наделать здесь делов со своим двойным уроном, ну вот вроде бы врагов раскидали, вроде бы так все более-менее чисто, хотелось бы ехать в атаку, но, конечно, здоровья совсем немного, лучше было бы даже где-то вот так удачно слиться, нанеся кому-то урон, а тут достаточно неожиданно кто-то по мне стреляет, я даже, честно говоря, не видел кто и откуда, но это уже не важно, вроде бы наш флаг в безопасности, и очередной раз, вот здесь попытка увести вражеский флаг, и вот я чуть-чуть поздно начал, вернее, слишком рано начал стрелять, надо было чуть попозже, чтобы стрельнуть вот по этому игроку в шпитоне, потому что, вы смотрите, он до сих пор жив, и только что мне даже сбил прицел, по-моему, мой собственный игрок из нашей команды, который вот стрелял как-то насквозь, и, по-моему, мне не получилось даже попасть, обидно, конечно, но что тут поделаешь, здесь вот по мне, да, из-за угла чуть раньше стрельнул, ударился вот с флагом, ну, не так обидно, потому что я все-таки был уже раненый здесь, смотрите, вот наш флагоносец поехал куда-то очень далеко, видимо, здесь какая-то угроза, не знаю, кого он испугался, вот этого игрока или кого-то еще, но с этим мы здесь уже разобрались, но где же вражеский флаг, где-то он уже потерялся, да, и его вернули, но вот так вот далеко уехал, вышел из виду, что даже нельзя было ему и никак помочь, надо как-то стараться с флагом держаться все-таки поближе к базе, потому что здесь происходят респы, и здесь все-таки есть товарищи, которые в трудную минуту поддерживают, здесь вот вроде бы я немножечко помог своему товарищу, но, тем не менее, смотрю, он все-таки ранен на одну рельсу, здесь хотел попасть, но промазал, видите, надо отрабатывать такие удары по части, чтобы они были более гарантированные, и тут я стреляю совсем не туда, на самом деле, куда хотелось бы, надо было стрелять по этому вот желтенькому игроку, но я надеюсь, я наверстаю опущенное, и да, смотрите, удачно я его убиваю, беру флаг, и что тут происходит, смотрите, 3-2, как минимум, вражеские рельсы вокруг меня, все по мне стреляют, но есть все-таки шансы, что наши игроки там поддержат мою атаку, и все-таки этот флаг вынесут, вот здесь вот вражеский игрок в шелесте чуть-чуть стреляет слишком рано, попадает в меня еще фантомного, поэтому, смотрите, я его все-таки добиваю, и это помогает нам поставить третий флаг, и счет уже 3-1 в нашу пользу, видите, не все тут так просто, здесь каждый выстрел на счету, здесь вообще нельзя не допускать никаких промахов, здесь нужно помнить, кому уже дали рельсу, кто релиный, значит, кто целый, и только от этого отталкиваться, вот этот игрок, он чуть раньше выстрелил, чуть раньше нажал выстрел, поэтому у меня не получилось выстрелить раньше, здесь вот эта ДДшечка так соблазнительная, конечно, лежит, но, к сожалению, она мне не достанется, здесь, к счастью, по мне промахивается вот тот игрок, и, по-моему, все-таки я попал ему сейчас в угол, тут я буду ранен, но, скорее всего, я его добью, да, и я пытаюсь вывести флаг, но, опять же, по мне, уже проходят фражеская рельса, и не позволяют, так сказать, сделать то, что я задумал, мой коварный вывоз такой флага, заканчивается ничем, здесь вот такие перестрелочки на базе, туда-сюда, надо, конечно, немножечко постреливать по игрокам, вовремя уворачиваться от их выстрелов, это тоже, можно сказать, скелл, не только попасть, но еще и увернуться, да не только увернуться, еще и соблазнить игрока на выстрел, как бы обманным движением, потом спрятаться, ну, здесь уже, по мне, вот, хлещет вновь возродившийся игрок, ну, и мне, в принципе, тут недолго жить осталось, не менее, у меня получается вот ловить на себе выстрелы и уворачиваться от них, ну, что же, давайте, вот, постреляем немножечко, сольемся, чтобы нападающие были все-таки раненые, потому что, если он ранен, то ввести ему флаг очень мало шансов, любой, любой игрок нашей команды может всегда его установить всего лишь одним выстрелом, здесь вот игрок в питоне, мне не нравится, он взял двойную жизнь, он будет долго жить, надо попробовать ему все-таки, и опять, смотрите, я не вижу, что следом за этим игроком в питоне едет вражеский игрок, и не просто вражеский игрок, да еще и с нашим флагом, и тут вот такая вот неудача постигает нашу команду, и наш флаг все-таки доставляют, но счет уже 3-2 мы все-таки ведем, но не так уж много, всего лишь один флаг, тут я пытаюсь взять вот этот вот зеленый драгоценный ящик с двойным здоровьем, то есть, чтобы я умирал не с двух рельс, а с трех, по мне я уже щелкаю, здесь вражеский игрок, видимо, что-то пишет, дадим ему рельсу, очень важно сделать всех игроков ранеными, я так понимаю, чтобы в любой момент их можно было добить, то есть, достаточно ранить игрока, и необязательно его убивать, раненый игрок намного ценнее, чем убитый, потому что убитый тут же возрождается, и он уже с полным хп, здесь смотрите, какая заварушка, здесь мы вот так вывозим потихонечку флаг, здесь я отстреливаюсь, вроде как убиваю, смотрите, товарищи поддерживают, и при поддержке товарищей я вроде как вывожу этот флаг, но нашего флага на базе нет, поэтому поставить я его не могу, здесь немножечко на упреждение стреляю, на тот случай, если кто-то вдруг притаился за углом и пытается меня подстрелить, ну, посмотрите, у меня совсем 0 хп, делать мне с флагом нечего, поэтому я, конечно же, скину его своему товарищу, который только что появился с респа, и тут, смотрите, я вовремя сменяю прицел и попадаю по вражескому флагоносцу, который, конечно же, не ожидал такого выстрела, да еще и с двойным уроном, и таким образом получается, что я возвратил свой флаг, в то время как наш игрок доставляет вражеский флаг и увеличивает разрыв до 2 очков, то есть счет уже 4-2 в пользу синих, то есть в нашу пользу. Ну, здесь этому игроку надо бы стрельнуть и, в принципе, не ехать за ним, а, наверное, стоило бы подняться по пандусу, потому что, видите, он сделал хитро, он тормознул и отстрелял по мне обратно, потому что я был ранен. Вот здесь вот наш флаг везут, 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 стреляем, по кому есть возможность, сам вот я сюда пытаюсь увернуться, и тут я знаю, что по лево едет флажок, и надо бы по нему стрельнуть, но что-то у меня тут не лады с раскачкой, и я не попадаю ни по кому, и, наверное, я тут быстренько сольюсь, да, меня опять же убивает, и я вижу, что наш игрок вроде как с полным здоровьем, а вот наш флажок, здесь уже подхватил игрок, сейчас я вижу, что он раненый, я выстрелил раньше, то есть, в принципе, второй выстрел имею возможность сделать я первым, тут, смотрите, вражеские игроки не унывают, вот он опять, реально тут меня сбили прицел, но я вроде как хорошо повернулся, опять же, вражеский игрок все равно не сдается, перехватывает флаг, опять уже третьего игрока с флагом подряд удается уничтожить, но, опять же, удачный респ сопернику помогает все-таки сохранить флаг у себя на базе, ну, к счастью, вражеский флаг тоже у нас на базе, то есть, это у нас эдакий размен, тут я случайно ударился в танчик своего товарища, стрельнем вот сюда в кустик, наверное, все-таки по нему промазал, но другого выбора у меня не было, все происходило вот так нежданно, внезапно, наблюдаем, что ситуация, ага, кто-то только что рельнул нашего, значит, флагоносца, но он вроде как на щитке, то есть, он, в принципе, выдержит еще одну рельсу, я пытаюсь встретить того игрока, я понял, что он уже только что выехал и спрятался за кустик и стрелял он по мне, ну, хорошо, хотя бы я отвел огонь от флагоносца, и то ладно, тем более, там он уже его передал другому, более целому игроку, здесь я залетаю и наношу урон по тому, кому вижу, ну, и сливаюсь, то есть, желтенький игрок у нас уже будет реленый, а флагоносец, возможно, полностью жив, ну, к сожалению, вот здесь наш флаг вернуть не удается, не удается, и, ну, раз соперник ставит флаг, тем самым сокращает разрыв на один флаг, то есть, 4-3 в нашу пользу, ну, этот моргающий ящичек, он все время так соблазнительно моргает и хочется его взять, так, здесь даю рельсу, сам вот вроде как получил одну рельсу, как бы вроде должен сейчас выстрелить, но, опять же, получаю третью рельсу, вот видите, как динамичность здесь происходит, благодаря тому, что игроки играют в красках без резистов, каждый танчик, понятное дело, умирает с двух рельс, тем самым, в принципе, обеспечивается более большой рост фонда, и вот смотрите, какие результаты в данный момент в этой битве, поиграли всего ничего по времени, а уже фонд 1300, ну, как бы и немного, и не мало, но я считаю, что достаточно. К сожалению, один игрок сейчас вышел, вроде как надо подождать, пока за вражескую команду кто-либо зайдет, ну, и вот я вижу, уже заходит игрок под ником Руслан, я же тем временем не хочу просто так монотонно стоять на месте, хочется немножечко поездить, и давайте здесь уже сольемся об этого Руслана, вроде как их четверо, вроде как они уже должны сказать очередное гол, и вроде как мы должны начать играть. Ну, вот я смотрю, здесь наши игроки на базе, ждут, значит, команды к продолжению, все-таки игра еще не закончена, нам, чтобы победить, нужно еще привести целых три флага, а неизвестно, как дальше будут развиваться события, в принципе, вы видите, что последний флаг, последний флаг был не в нашу пользу, последний флаг поставил враг, поэтому все еще может пойти непредсказуемо. Ну, здесь я смотрю, уже перестрелочки идут в полную силу, что как бы намекает, что вроде как мы можем уже и атаковать, смотрите, вот здесь игрок Свереспа, буду по нему бить, желательно не сбивать прицел своим игрокам, вот здесь тормозим немножечко этого игрока, чтобы он запутался в то, куда ему стрелять, вот смотрите, я ему попал удачно в угол, перед самым его выстрелом, это, в принципе, очень важно здесь, смотрите, вот неудачный прыжок, и оба танчика в разных лежат кверху дном, и это очень заканчивается для них плачевно. Мы все-таки ставим еще один флаг, и счет уже 5-3. Ну, не знаю, биту-то эту надо как-то доиграть, давайте здесь все-таки кататься, стрелять, и попробуем завершить этот бой. Все-таки сейчас мы играем 4 на 4, вроде как и враг сопротивляется, не будем не поддаваться, не будем, значит, сильно наглеть, ну, будем играть, как бы стараться. На равных здесь вот этот игрок рельнен, смотрите, как повезло, что вот я его рельнул, и флагоносец его все-таки добил. Здесь я хорошо сбил и прицел, у меня это получилось, ну и вторым выстрелом я его даже добиваю, и тем временем счет становится 6-3 в нашу пользу, и остается всего лишь один флаг. Ну, получается, что, смотрите, здесь вот мы так перекрестным огнем из рельс высекаем врага, и получается, что нам остается всего один флаг. Думаю, что это у нас, в принципе, не должно занять много времени, хотя вражеский соперник все-таки не унывает. Ну, давайте здесь вот посмотрим, что тут интересного происходит. Я вижу, что здесь снайпер сидит за домиком, давайте стрелим и посмотрим, насколько он жив. Он оказался достаточно жив, чтобы умереть с одной рельсы. Вот здесь игрок на ддшечке, ну, дадим ему выстрел. Он, конечно, целый, умрет, но все-таки будет уже реленый, то есть раненый. Ему даже не поможет аптечка. Сколько-то здоровья она ему восстановит, но потом он все-таки умрет все равно с одной единственной рельсы. Кстати, здесь можно играть не обязательно с третьей рельсой, можно и взять рельсу М2, как вы видите, даже в нашей команде есть один игрок, и во вражеской команде, то есть М2 рельса тоже убивает Хорнета с двух выстрелов, хотя немножечко перезарядка, конечно, у нее более долгая, это единственный минус второй рельсы, но, тем не менее, играть с ней можно, и набив неплохой опыт, вы рано или поздно заработаете кристаллы на то, чтобы прокачать ее до финальной ее модификации. Ну, здесь как бы уже наши игроки думают ставить или нет, вроде как всю игру отыграли, и вот заслуженная концовка этой игры. Ставьте лайк, подписывайтесь и приходите еще! Субтитры сделал DimaTorzok